Дальше мы поисследуем подробнее свою энергетику. Опять вас как бы подтянут, задвинут, включат, да, режим правой полушарной, активизируют это магическое свойство. И опять дальше следующее упражнение сложнее. Уже сканирование энергетики, да, почувствовать, попробовать, как бы, свою структуру, какие-то свои энергетики. Чарты, например, да, можно их нащупать активно, как некие, такие узлы. То есть если мы включим, как бы, режим, экстрасенсорный, активный канал активизируем, будем вести руку, вот у меня сразу, как бы, здесь уже пальцы вязнут. Тут моя решетка чакра, да, чужими руками лапт. Дальше, как бы, ниже идет, как бы, здесь зависает, пальцы здесь ниже опускают, как бы, пространство разряженное. Здесь, как бы, таких структур активных нет. Ниже опускают, как бы, пальцы упираются, начинают вязнуть, да, тут и она хаткая чакра. Можно ее считать, как бы, да, считать, почувствовать ее свойство. Такая большая, откормленная толстая ямка, это бы, здоровая такая структура теплая, замечающая. Да, ниже, как бы, опять ничего нету. Потом, как бы, руку ниже опускают, тут такое ядро полотненькое, манипура чакра. Да, то есть можно, как бы, свою энергетику прочувствовать, например, получить через активный канал ощущения своей энергетики. Ну, предметы, которые нас окружают, они их тоже обладают энергетикой слабой, да, если это не живой предмет. Больше энергетика обычно на растениях тренируются, пробуют почувствовать энергетику растения, чем одно отличается от другого. Да, и хорошо чувствуется энергетика у артефактов, у заряженных предметов. Так, когда в предмет вложен какой-то энергетический заряд. Ну, вот у меня, например, есть чудесный артефакт, кристалл. Он не изумруд, или это изумруд, не помню, что это было. Затамыш от меня несут, не в этом он у меня заряд. Здесь у меня вложена стихия жизни, как бы, подвижки по стихии от двоек до десяток. То есть здесь заложен заряд, который включает его, дает как бы сразу подвижку по энергетике, по жизненной энергии, да, позволяет очень глубоко. Лезвие взаимодействия жизненной энергии. Вот, пока я говорил, мне как бы внимание зацепился, сразу как бы кула на хате, пошел поток такой, идет наполнение. Плотное, энергетическое. Вот, то есть если начать смотреть, рассматривать предмет, то вокруг него можно увидеть модуляцию, как бы такую плотную энергетику, достаточно такую мягкую, приятную. Поскольку, как бы, кристалл, он обладает некими, ну, волновыми свойствами, я бы сказал, он, как бы, волну неким образом так жестко излучает, поскольку, как бы, решетка кристаллическая, да, то от него может идти, как бы, некий такой поток фонта. То есть его можно использовать как инструмент, как палочку магическую, как джезл. Да, то есть пустить какой-то энергетический поток, как бы, направить куда-то, запитать человека, для себя запитать, да, то есть работать как бы им, как жезл. Вот, ну, а если взять какой-то обычный, совсем предмет, незаряженный, то тогда мы уходим уже в считывание материи, да, считывание свойств материала. Это уже связано с экстрасенсорикой по стихии Земля. То есть это, как бы, немного уже более расширенная такая возможность восприятия, да, дальнейшее заполнение вот этой библиотеки ощущений. Дальше, ну, там, переходим по работе с какими-то реальными предметами вокруг себя, то, что мы можем взять в руки, укусить, как бы, пожелать, да. Мы переходим уже дальше к работе по фотографии, работе с технологией работы с фотографиями, включение через фотографию, настройку на кого-то реального объекта. И считывание уже энергетики человека по фото. Этот навык, он дает вам, ну, возможность работать по фотографии, узнать что-то в человеке заранее, найти фото в интернете сейчас не сильно большая проблема. Обычно в человеках, да, как бы, работать с фотографиями магов сразу же советую, вот, потому что нарветесь на защиту, и на влазине, как бы, в энергетику магов, как бы, сразу можно получить влог. Поэтому не нужно, как бы, есть людям, которые осознаны на этих планах, могут отследить эти взаимодействия и, как бы, отвлекать, да, человека в занятых, у которых стоит, как бы, многослойная защита. Просто предупреждение, чтобы не получили какого-то ненужного отказа. То есть у обычного человека такой безмагический свойств каких-то защитных заклинаний ставить не будет, то есть можно энергетику считывать. Ну, опять же, не стоит сильно, как бы, включаться, да, не стоит никогда какой-то вред причине от человека, ни в коем случае. То есть я говорю к тому, что ваше взаимодействие, оно всегда должно быть гармоничным. Да, нужно всегда работать очень аккуратно. Вот. Как бы, считывание, оно должно быть, как бы, идти очень легко. Вот. То есть дальше на третьем занятии мы будем изучать технологию работы по фотографии. Фотография, по сути, представляет собой некий вольт. То есть через фотографию, из фотографии можно сделать некий вольт для включения в энергетику человека, обработав ее определенным образом, да, что умеет делать маг. Тогда любое изображение просто из какого-то набора пикселей на экране у вас, да, или лучше удобнее работать фотографией распечатка. В принципе, для мага и синий не принципиальная разница. Маг может сознанием настроиться что так, что так. То есть изображение у него вообще какого-то ровного спирали нарисовано, где энергия у этого человека зафиксирована, да. Вот. Присоздать, как бы, некое лассо, аркан, да, которым зацепить нужного человека, вырисовать его в спираль. Вот. Дальше можно через это работать. С вариантов массы. Вот. То есть фотография дает нам настройку на человека, и ваша задача будет учиться, то есть просто почувствовать через фотографию, получить ощущение от энергетики человека, и сравнивать энергетику разную между собой, да. То есть ощущение, мы работаем с этим тактильным каналом, оно от разных людей будет идти разным. И это называется такой энергетический профиль человека, да, как некий такой энергетический портрет. То есть вот это ощущение – это Вася, а вот это ощущение – это Петя. Да, Вася там кисло-сладкий, а Петя, не знаю, какой-нибудь еще противник. Вот. Дальше. На работу включения по фотографиям, человек научится считывать энергетику, мы тогда можем перейти к работе с эмпатией, да, умение считать уже внутреннее состояние человека, да, почувствовать умение, способность почувствовать, чего у человека на душе, да, как бы что стоит за вот этой как бы натянутой какой-нибудь там улыбкой, какие-нибудь маски социальные, которые человек подевает, что на самом деле человек думает, что скрывает, какие чувства, эмоции, состояния испытывают, да, и это позволяет, как бы, достаточно глубоко людей видеть, считывать их, читать, да, потому что люди, мягко говоря, совсем совершенно неискренние. Большинство людей, как бы, да, в социуме, вот в этом болоте социума, они врут всем, и себе в том числе, достаточно часто, да, и то, что той болтовни, что они говорят, как бы, очень мало, когда, в принципе, можно как-то верить. Да, можно, как бы, чаще всего это просто мимо ушей пропускать, чего вам кто-либо говорит, потому что суть не в этом, да, и смотреть нужно, как бы, обманить, человек не обманет, правду говорит, нет, как бы, не по словам, то есть так, по крайней мере, делают манги, да, они смотрят в грудь человека, они смотрят в сути, они смотрят, что в человеке на самом деле за душой. Камень, там, за пазухой, да, или там душа на распашу. Сразу видно. Поэтому вот эта способность к эмпатии, она дает возможность, как бы, видеть сути, да, и не быть обманутым, как бы, не включаться, как бы, да, встревать в то, что вам потом принесет какую-то неприятность, а видеть, как бы, сразу заранее, с каким человеком вы имеете дело. Да, вот эта способность, она в социуме крайне важна, потому что все какие-то взаимодействия, да, или ресурсы, они завязаны на каких-то людей, да, то есть что-либо в социуме можно получить через каких-то человеков. А если вы человека не можете считать, прочитать, как бы, да, увидеть, как бы, что это за человек, то огромная вероятность совершить ошибку, да, а потом уже, как бы, обратно было это вернуть, как бы, сложно, что это фастфактор. То есть нужно было, как бы, знать заранее, что вы можете получить, да, и вот эта способность компакции, она позволяет быть экстрасенсом, позволяет, как бы, людей чувствовать, видеть, что они в себе несут на самом деле, да, потому что то, что говорят люди, это не то, что они на самом деле думают, да, и, как бы, вот этот фейс-экспрешн, как бы, да, выражение лица, как бы, как они там, не вылупаются откровенно. Это тоже вариант, может быть, очень часто вариант лжи, обман, да, как бы, это все нарабатывают, это статья правильность некая, то есть люди есть, которые профессионально это делают, как бы, уводят людей в заблуждение, как бы, да, чтобы чего-нибудь там втюрить, продать, как бы, заключить контракт и так далее. Но, как бы, против многих это не работает никак, да, это можно, как бы, видеть сразу и сквозь. То есть очень, как бы, такой важный практик. Дальше. Вот это. Диагностика состояния человека по фото, считывая не слишком фото. Это уже некое начало диагностики, а это мы уже не просто включились по каналу тактильному, да, начинаем щупать человека, почувствовали состояние, что, как бы, эмоция, эмпатия, да, а мы можем уже какую-то произвести диагностику энергетики. Где, как бы, есть излишки, где есть, как бы, какие-то оттоки энергии, например, да, где идет воспалительный процесс, скажем, там будет, там, горячий человек, например, или будет, как бы, там, зипера что-то. Или где у человека, например, дырка сглазили, да, в спину что-нибудь там сказали, как бы, сгоряча кто-нибудь психо, как бы, да, или зафинделил чем-нибудь энергетической табуреткой. У человека потом идет отток, энергетический упадок сил, да, потому что там дыра и сквозит все. Там можно человека по фотографии или напрямую, да, если есть, как бы, просканировать и определить, как бы, где, какие уровни энергетики идут, где есть излишки, где есть оттоки. То есть такая базовая диагностика. К тому ощущение, как бы, просто сверху вниз энергетику. Человека слушаем в определенном состоянии, да, и считываем информацию по тактильному каналу. Это позволит, как бы, вам, там, смотреть близких, своих, как бы, друзей, ценных для вас чем-то, да, их неэнергетическое состояние. Потому что в социуме постоянно биение происходит, постоянно происходит получение каких-то, там, травм энергетических тел, да, и просто утром, днем и вечером, как бы, нужно смотреть, сканировать, пока мощная защита не наработана. Вот эти повреждения. То есть, как бы, вот, проблема с нехваткой, как бы, объектов для практики, ее, в принципе, не существует, да. Просто вокруг, как бы, столько постоянного взаимодействия происходит, что, как бы, чего смотреть и потом править лечить, есть, как бы, всегда. То есть, просто утром, днем и вечером нужно осматривать себя и близких к вам людей, отрудающих каких-то, на предмет получения каких-то повреждений. На самом деле, просто проще защиту повесить, потому что помощнее, наподобие Персея, чтобы просто сразу било в лоб. Вот, ну, навык, как бы, крайне цельный, да, крайне необходимый, умение чувствовать энергетику. Вот, ну, и потом мы подойдем к диагностике касты, к точке сборки, да, возможность определить, с какой энергетический, да, определить с человеком, какой касты, вообще не идти делом. Соответственно, вам сразу будет понятно, как себя вести с этим человеком. Если это человек третий касты, да, значит, не стоит вступать в прямую конфронтацию, как бы, это будет вызывание огня на себя, как бы, да, на два барана утробрана, как бы, постучали в баранах, то есть, он будет, как бы, до последней, как электроник, может быть, вот, да. Можно, как бы, считать качество человека, если это третий каст, а там может быть благоволюбство, да, то есть, этот человек может за свое слово отвечать. Если он что-то сказал, он будет это делать, реально, можно этому доверять. А если человек нам что-то обещает, он второй касты, да, то есть, можете все эти обещания сразу обманить, как бы, при первой же возможности, бросить, кинет, как бы, плакали ваши девушки. А если это человек, как бы, вдруг четвертый касты, я имею в виду, да, то этот человек, как бы, уже будет свое восприятие базировать на каких-то знаниях, познаниях мира, на изучении, как бы, мирозданиях. Там уже будет разум работать, там с человеком можно договориться, да, как бы, найти разумный всегда компромисс, так, чтобы всем было хорошо. Ну, как бы, так, примитивно. То есть, человек первый касты, как бы, сразу видно, да, вот. То есть, вот эта диагностика, да, она позволяет вам увидеть, научиться считывать, как бы, с какой категорией людей вы имеете дело. Да, ну, помимо этого, можно дальше и считывать и качество человека. То есть, не только какой он касты, да, но это, как бы, низ, середина, вверх касты, да, какие качества есть у человека. Или он, там, скольный всех обманывать, или, там, какая-то гадость, как бы, сволочность, там, внутристепозность, там. Или человек такой, действительно, чистый, благородный, как бы, да, с открытой душой ко всем относится, помогает, как бы, болеет, там, делом каким-то своим, да, верит. То есть, умение, как бы, вот это считывать энергетику человека, определять касту, да, определять дальше качество, оно позволит вам, как бы, людей видеть насквозь, как бы, разбираться, да, можно, как бы, список составлять, классификацию. Какие ваши знакомые, ваши, как бы, сети, да, в которой на вас завязано, кто они на самом деле, что эти люди из себя представляют, какие у них, на самом деле, за душой есть качества. Да, очень много-много, знаете, о своих окружающих, о своем окружении. А это очень важно. Ваше окружение, оно на вас влияет, оно определяет полностью ваши возможности, да, оно либо сжирает вашу энергетику, ваши ресурсы, деньги, силы, либо оно вас усиливает, да, оно дает вам какие-то силы, качества, либо и то, и то. Нужно вычислить, как бы, кого в какой список, как бы, да, в белый, черный вносить. То есть крайне важно, чтобы вы научились те людей, с которыми вы взаимодействовали, чтобы вы их знали насквозь, видели их, как бы, насквозь, знали все их возможности, качества, да, и как они, в какой ситуации могут поступить. Очень сильно вам облегчить жизнь, сделают ваше взаимодействие очень эффективным. Да, если вы, когда вы разобьете все эти вот это видение, научитесь, как бы, включаться в человека, считывать качество, состояние, да, сделаете досье такое на человека, вам сразу понятно станет, с кем вы взаимодействуете. Ку-у-у-у, да, приходите на работу, как бы, телефон, как бы, так, бачком, чтобы не видно было, да, так, щелк-щелк-щелк. Вот, там всех внесли в протокол от фотографии роля, пришли домой, вошли в состояние, да, включили в себе режим экстрасекса по технологии, который мы дадим в занятии. Вот, и считываете, ну, кто есть кто, у кого какие качества, у кого какие состояния, кто вам чем может быть полезен и с кем как эффективно можно взаимодействовать, да. Вот, даст вам начальник повышение, как бы, или нет, да, или что нужно сделать, как бы, вот, как с кем взаимодействовать, чтобы получить желание. В общем, возможности масса, они, как бы, ничем не ограничены, важно просто работать над собой, да, и свои способности развивать, да, работать над развитием своих качеств магических, работать над развитием своего видения, нет, достигайте за счет практики. Вот, то есть, таким вот образом в целом выглядит вот этот курс 1.3, да, развитие способностей тактильной экстрасенсорики, да, считывание состояния, которые мы вам предлагаем. Вот, и желающие, которые хотят себе видение раскрыть, стать человеком видения, вот, мы приглашаем наш курс, если кому-то интересно. На этом, в принципе, у меня в целом о такой рассказательной части все. Скажите мне, есть ли какие-то вопросы о тем, чего я говорю. Все ли понятно из вот этого? Ну, из-за того, он написал, как бы, некую возможность, да, он написал некие возможности, ресурсы, которые в человеке есть, которые можно раскрыть, сказал, что какой ключ к этому технологии видения энергии, да, что можно делать для того, чтобы такую способность в себе получить, как это можно использовать на практике. Ну, поговорю о том, что он будет, да, что мы будем изучать, как бы, да, какие возможности, какие практики мы будем нарабатывать. Вот, ну, что я могу еще сказать. В школе есть, как бы, особенности определенные, да, то есть занятия проводятся в формате вебинаров, в похожей программе, в мой. Все занятия записываются, доступ есть, у вас сохраняется постоянно, да, то есть огромное преимущество нашей школы, что вы записались на занятия, на курс, вы его оплатили, и дальше у вас этот доступ сохраняется. Вы бесплатно участвуете в следующих наборах этого же курса, да, и вы получаете доступ к записям, к видеозаписям следующих наборов. Вы можете присутствовать на занятиях следующих наборов, да, то есть вы можете заниматься хоть до бесконечности, пока как было в себе, полностью все не разобьете. Но при этом каждый раз, каждое занятие, они все время разные с разными наборами, да, все время как бы идет что-то новое, какая-то новая совсем информация, новые подходы. Вот, ну скажем, вот этот курс, тактильная экстрасенсорика, да, мы его проводили уже несколько раз, очень успешно, большие очень, как бы, толк людей записывались, всем очень нравились, и в этот набор мы поменяли программу, да, то есть программа, она, ну, совершенствовалась, она стала более насыщенная, она стала другая. То есть здесь половина, как бы, тема, да, или больше, как бы, они новые будут в этом наборе. Те люди, которые записывались в прошлые разы, они смогут, как бы, бесплатно совершенно участвовать в этом новом, как бы, обновленном, совершенно курсе, да, работать с новыми практиками, с новыми, как бы, материалами, настроечными техниками и так далее. Вот. Ну и скидка есть на сегодня, до конца дня, да, то есть там сколько, 5-4 часа остается на сайте, можно успеть записаться, получить некоторую скидку, если кто-то... Значит, ну вот. Надеюсь, тут на четкое расстояние легко, зависит от уровня. Начать с 1-3, 1-2, еще не правильно, да, можно. То есть вот эти первые три, да, 1-1, 1-2, 1-3, они, как бы, все базовые, можно начинать, как бы, с ближайшего из них, потом, как бы, 1-1 и 1-2 пройти позже, когда они будут идти. Курсы можно совмещать, живого от мертвого. Вот. Очень вам пригодится, это по жизни, как бы, социально, да, просто каждый день надо делать, отличать, наверное, да, по фотографии. Видимо, видимо, ВКонтакте, если вам кто-то пишет, узнать, как бы, живой этот человек еще или уже того. Вот, научим. Так. Энергии нет, поможет развить. Поможет развить, да, и то, и то. Как-то курс определенного времени года. Ну, примерно так. Хорошо. Ну, я так на вопросах не сильно много, информация в целом всем понятна. Я надеюсь, вам было интересно, познавательно то, чего я вам рассказал. Спасибо всем за внимание, уделенное моему скромному рассказу. Надеюсь, это вам было как-то полезно. А, и на этом тогда у меня все. Всем счастливо. Спасибо. Продолжение следует...